Танец страсти, танец любви, танец нежности и разочарований. Аргентинская танго. Мастер-класс от Арины Зиновьевой. Нифига себе! Сразу оговоримся. Аргентинская социальная танго – это совсем не то, что мы привыкли видеть на конкурсах спортивных танцев. И даже совсем не то, что мы видим на сцене. Это иной язык, иная пластика и особая эстетика. Мы привыкли ассоциировать танго с прекрасными, горячими аргентинскими мужчинами и удивительно красивыми женщинами. Но если копнуть глубже, окажется, что у танго африканские корни. Слово «танго» также имеет африканское происхождение. На языке народа и бибио оно означает «танец под звук барабана». Но окончательно сформировалась аргентинская танго под знойным небом Южной Америки. Хорхе Луи Борхес писал, «танго является сыном уругвайской мелонги и внуком хабанеры». Сейчас этот танец известен во всем мире. И у него огромное количество стилей, которые порой противоречат друг другу. Партнер оказывает некоторое давление на партнершу, чтобы она пошла. Она может быть такой красивой, что ей как-то и стоять замечательно. А нужно, чтобы она пошла. Поэтому и рукой, и корпусом нужно оказать некоторое давление на нее. И дать ей импульс. То есть партнерша не отклоняется, да, гордо вот так. А она тянется. То есть в открытой позиции корпус не соприкасается, но как бы партнерша тянется. То есть подразумевается, что она все время к корпусам с партнером. Главный в аргентинском танго – мужчина. Есть даже негласное правило. Что бы ни произошло на танцполе, виноват всегда партнер. Танго обычно танцуют мужчины, которые довольно уверены в себе, чтобы вести женщину, да, чтобы быть лидером, но в то же время ее понимать. Ну а женщине остается быть красивой, загадочной и немного непредсказуемой. Ну есть задняя ганча, можете сделать. Когда вы поворачиваете партнершу, и она вам между ног. Не надо вот это между ног, я знаю. Попав на курсы аргентинского танго, будьте готовы долго изучать, казалось бы, элементарные вещи. Положение корпуса, шаги и повороты. Нас снимай. А можно передать привет? Ну ладно. Мужчина ведущий, поэтому куда он смотрит, это ему решать. Есть самый основной шаг, он, знаете, кросс, крест. Как бы он ведется, то есть сначала шагайте вперед, потом шагайте сбоку, поворачивайте партнершу, и она делает крест. Настоящее искусство начнется позже, когда вы немного освоитесь и будете готовы к главному уроку – импровизации. Лучшим местом освоить ее считаются милонги. Современная Европа просто сходит с ума по аргентинскому танго. Женщины и мужчины встречаются на танцевальных вечерах, чтобы закружиться в ритме танца и познакомиться. Танцевать во время этих вечеров можно с кем угодно. Приглашаются даже незнакомые люди. Не обязательно вы знаете друг друга. Иногда даже люди, которые знают друг друга, ну, мы с женой, например, девушка с парнем, они специально приходят на милонги, на эти вечеринки по отдельности. Такая особенность, я думаю, не в каждом танце. Такой элемент загадочности. Кстати, в этом стиле танго не существует каких-либо ограничений. Я когда была ведущим за партнера, я танцевала и с полными женщинами, ну, и с разными. То есть было одинаково, как сказать, приятно, ну, сам танцевать. Настоящее танго, как и джаз, считается искусством импровизации. Сами аргентинцы усматривают в этом проявление национального характера. Когда вокруг все непредсказуемо, ничего заранее предусмотреть нельзя, приходится все придумывать на ходу. Что-то страшновато. Чего вы боитесь? Боюсь ошибиться. В танго не бывает ошибок. Не то, что в жизни. Это очень просто. Поэтому танго – такой замечательный танец. Ошибаешься, сделай вид, что так и надо. И танцуй дальше. Почему бы вам не попробовать? Попробуйте. Такой наркотик от этих эмоций, когда встречаешься с человеком незнакомым или знакомым. И такая импровизация. То есть неожиданные какие-то движения, неожиданные ситуации. Аргентинская танго – это не работа на публику, а скорее разговор тет-а-тет. Именно поэтому в нем нет крупных движений и экспрессивных выпадов. Зато есть та интимность и загадочность, которая делает этот танец необыкновенно романтичным. КОНЕЦ